На прошлой неделе я вам рассказывал о своей новой звукоухе, которая называется Focusrite 18i20 и делал на нее обзор на своем влоговом канале, вот здесь вот можете посмотреть. Ссылочку на видос я вам оставлю в описании. Ее, как и девайс, о котором я говорю сейчас, мне прислали ребята из сообщества Studio Day. Это сообщество, в котором обсуждается огромное количество разных звукорежиссерских фишек, и там есть и как начинающие звукорежиссеры, так уже и настоящие профессионалы. Они там проводят интервью разные, знаете, как мастер-классы, кто-то там что-то рассказывает, делится своими какими-то фишками интересными. То есть обязательно на них подписывайтесь, ссылочка на сообщество будет в описании. Ну и сегодня я вам хочу рассказать кратенько о девайсе, на который я еще не делал обзор, да и в принципе я его сделаю, но как-то, знаете, вскользь, потому что сам девайс это расширение для звукоухи, которое подцепляется маленьким ADAT кабелем. Это, знаете, такой маленький оптический кабель, ну он может быть длинный, там, зависит от того, какой вы купите, грубо говоря, да? Вы просто подключаете его и звукоуха, которая у вас была восьмиканальными, то есть, допустим, 8 каналов на вход и 10 на выход, становится звуковухой, которая есть еще 8 каналов на вход и 10 на выход. То есть фишка в том, что у этой фокус-райтинга, которая вот у меня стоит, да, через которую вы меня сейчас, собственно, и слышите, да, у нее мозг рассчитан на, грубо говоря, 18 каналов на вход и на 20 на выход. Но физически на борту у нее всего 8 или 10, по-моему, на вход и, соответственно, 10 на выход. Это вот там просто вот эти спиддифы, я в них не особо разбираюсь. Но за счет этого просто с этими двумя девайсами, ссылочки на которые я вам оставлю в описании, вы получаете просто 16 каналов, которых вам хватит с головой для того, чтобы записать, например, концерт, записать, например, репетицию поканально или прям студийно, очень качественно и круто записать барабаны. Это реально 16 каналов хватит с головой, только если у вас не очень огромная, прям сумасшедшая огромная установка, потому что, ну, тогда придется немножко больше каналов использовать. Как уже сказалось, все ссылочки вы найдете в описании. Обязательно на ребят подписывайтесь, потому что у них там реально очень интересные и полезные вещи бывают. Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hells Cream Academy, а сегодня мы с вами будем смотреть внезапный клип Little Big, который, как мне сказали, содержит очень много музыки, которая не похожа на Little Big. Вот, я еще не смотрел, не слышал, мне сказали, что там какое-то мясо. Ну и плюс ко всему мы с вами каждый раз зацениваем новые композиции Little Big, потому что они реально прикольные вещи делают. И сразу вам в очередной раз напомню, придется это теперь делать каждый видос, то что существует такая штука, как авторские права, из-за которых YouTube периодически просто автоматически банит видосы. Их приходится нарезать, заливать по 25 раз, чтобы оно не блокировалось, когда система реагирует на какой-то аудиовизуальный контент или просто на даже музычку. Да, и просто тупо отправляет видос в блог. Я уже с этим настолько надергался, что это просто невозможно. И Strike был за просмотр Евровидения на стриме, правда уже в записи Евровидения. То есть, ну, как бы, я это делаю, я это знаю, вам это не надо. Да, то есть, но логика в том, что вы всегда без моей помощи можете сами посмотреть оригинальный контент, а потом прийти сюда и послушать мои комментарии, потому что вы приходите сюда слушать мои комментарии, там какие-то вокальные моменты, я обсуждаю музыкальные, а не с моей помощью. Вот я вот сижу, да, включаю на экране вам видос, и вы его смотрите. То есть, для меня вот эта вот тема непонятна. Посмотрите сами, зачем я вам нужен. Как бы сами найдете. Гуглом вроде люди взрослые, все пользоваться умеете. Поэтому давайте сейчас впрыгнем на канал Little Big'а на Ютубе и посмотрим, что же они там запилили. Композиция называется We are Little Big. В этом видео содержатся вспышки света, которые нежелательны. Ну, короче, вы поняли, если у кого-то там это вот со вспышками беда, аккуратней. Вот это сейчас было странно. Но гитара в форме фака вот такого вот не нравится. Прям шлепнот, как у них факи были вот такие вот, микро такие прям. Да, то есть, но гитарная форма, конечно, вообще огонь. И вот, ну, неожиданно. Они типа, нет, ну, нет, это может риф? На, ну. Чего? Кого? Не, я, конечно, нет, в смысле? Звукан вообще прям мясо-фарш. Металлист. Это прям сразу понятно было. Ну, это внезапно, прям. Ха-ха-ха. Тут-ру-ду-ду-ду-ду. Прям. Оно еще снято. Прям. По метольно-концертному, прям. Это прям, что-то, как это было? В этом угнать за 60 секунд, такого же плана настроения было в композиции. Я вижу, это, наверное, платье у нее. Моторхед. Это продиджи. Перемешку с чем-то. Реально. Но это прям неожиданно. Это металл. Не, снято клево, тоже прикольно. Там шум такой еще, вот этот черно-белый. Ха-ха-ха. Это, знаете, кажется, что их тянет к истокам. К металлу какому-то, прям. Альтернативке такой. Прям. Тянет домой. Потому что у них же всех металлическое прошлое. Это, конечно, это прям максимально сейчас неожиданно было. Прям в смысле, что? Чего? Это ж Little Big. Не, как бы кусочек в промежутке там вот прикольный был. Но я даже затрудняюсь как-то это комментировать. Ну-ка, а есть какая-нибудь инфа? Че это такое? Фильмит. Мутобор. Ну так. Спешл Сэнкс. Метал Студио. Рубожинов. Панкратов Александр. Саня. Вот кто ручку так этому приложил. Это человек, который меня практически всему научил с точки зрения первоначальной стартовой записи и накопления материала. Рекастман Студио. Могли как бы видеть, слышать, возможно, где-то. Вот. Очень крутой звукорежиссер. Очень круто продюсирует. Вот именно продакшн. Я от него реально перенял очень много интересных фишек. Он очень круто делает. Респект, уважуха. Саня. Саня. И давайте как раз те, кто досмотрел до этого места, напишите об этом в комментариях, потому что сейчас у нас с вами совет дня. Ну, я бы сказал, не по вокалу, а просто, в принципе, по музыкальной тематике, потому что это касается всех музыкантов. Даже барабанщиков. Вот. Да. По причине чего? Когда ты садишься записывать барабаны, это очень сильно отличается от того, что ты делаешь, когда ты просто репетируешь. Вот ты пришел на реп-базу, занимаешься, сидишь, стучишь, все ништяк круто, красавчик. Но как только ты начинаешь записываться, потом ты берешь дорожки записанные, слушаешь и плачешь кровавыми слезами, потому что все очень криво, руки в ноги не попадают, все очень плохо. Звучит все как-то не так, как хотелось бы звучать. Плюс ко всему еще это не подсведенный никаким образом не тригированный материал, короче, да, то есть прям вот чистый сигнал, как записал, так и звучит. Вот. И здесь начинаются проблемы с какой-то, знаете, самооценкой у музыканта, потому что у него начинает полыхать с того, что у него ничего не получается. Это происходит по причине того, что у человека просто нет опыта записи. Вот. Просто нет опыта записи. Человек не знает, как звучит его инструмент на записи. Очень часто бывает такое, что ты садишься, например, настраивать на барабанах тома, на слухах настраиваешь, вроде круто, записываешь, звучит как кусок говна. Здесь фишка как раз в том, что надо знать, как звучат тома в записи, вот именно записанные, да, и как вот этот вот звук, который ты слышишь в записи, звучит реально в комнате, потому что это очень сильно отличается. Ну, потому что в комнате ты слышишь кучу отражений, кучу разного вот этого звукового такого мусора, да, который создает общий тон звучания инструмента. Неважно, будь то голос, барабаны, гитара или что-то еще, вот. И здесь как раз самая основная фишка в том, что как можно раньше, вот прям вот максимально рано, когда ты еще не умеешь играть даже, да, не умеешь петь, тебе надо начинать себя записывать. Потому что именно запись учит тебя слышать, что ты делаешь, какие ошибки ты совершаешь, и главное, что тебе не нравится в самой записи, как это звучало тебе персонально. Это касается, допустим, выполнения упражнений, например, ты играешь на гитаре, играешь там какую-то хроматическую там гамму, да, просто по кругу гоняешь, запиши ее под метроном, послушай, насколько ты кривый, не попадаешь никуда. Это очень важный момент. То же самое с вокалом, ты поешь распевки, запиши их, послушай, где ты не попадаешь, какая нота у тебя звучит не так ровная и чистая, как хотелось бы. Поэтому в первую очередь, почему вот сегодня я там вам говорил про звуковуху, например, про все эти дела, вам нужен звуковой интерфейс. На телефон, на диктофон записывайте, это диктофон рекордс, вы не сможете послушать материал, который типа подготовлен к студийной записи, то есть даже если это упражнение. Я имею в виду к тому, что это чистый сигнал записан. Когда вы на мобилу записываете, у вас опять же точно так же шумы будут. Когда пишутся барабаны многоканально, допустим, можно примеров очень много посмотреть, барабанщики, которые сами себя записывают, они обычно сидят, у них перед ними монитор вот так вот. Они играют и видят сетку, как они в сетку забивают удары, потому что, ну, если они пловут, они останавливают и пишут заново. Даже визуально видно, что он там где-то куда-то не попал. И это очень важный момент. Поэтому, если вы занимаетесь музыкой, вы начинаете только заниматься музыкой. Первое, что вам нужно приобрести после покупки инструмента, будь то микрофон, гитара, но голос, конечно, не покупается, как бы его надо развивать, тренироваться и заниматься. Первое, что вам нужно купить, это маленькая звуковушка. Прям вот какой-нибудь там Focusrite Solo, например, да, то есть вы ставите ее себе. Ссылочку, кстати, на звуковуху давайте я вам оставлю в описании, она стоит недорого и на нее есть промокод HEALSCREAM. Скидочку получите. По-моему, там ссылка на Moostork будет. Неважно. В общем, просто если надо будет. Это не реклама. Я с вами делюсь тем, что это просто необходимо. Я просто помню момент, когда я начал записываться, да, то есть именно начал себя сам записывать, не ездить на студию, да. Когда ты приезжаешь, нервничаешь, боишься, красную кнопку нажали, ты все просто... Не могу ничего уже сделать. Дома же все нормально было. Вот. И как раз вот это вот ощущение, вы немножко утапливаете. Да, вы будете переживать, когда вы записываете. Даже сами себя, когда вас никто не слышит. Вы будете переживать и нервничать. Я до сих пор, каждый раз, когда записываюсь, нервничаю. Вот просто потому, что мне важно, что я делаю. И это нормально. Точно так же, как я нервничаю перед концертами. Любой человек нервничает перед концертами. Если он говорит, что он не нервничает перед концертами, либо ему насрать на то, что он делает, либо он вам врет. Два варианта. Соответственно, как бы, вы будете нервничать, даже когда сами себя записываете, когда вас никто не слышит. А не когда перед вами сидит вся ваша группа за стеклом, да, и звукорежиссер незнакомый. И вам надо петь, и вы просто... Или там на барабанах, играть или на гитаре, просто... Вот я сейчас там косикну, короче... Вот. Поэтому чем раньше вы начнете себя записывать, прям все подряд слушать, отслушивать, проверять, тем лучше. У вас просто будет определенный опыт, вы будете понимать, как это происходит. Вы будете подстраиваться, вы будете учиться. Жопа будет гореть. Потому что, первое, отложим момент, то, что там непонятно, как это будет звучать, да, это вот с этого будет гореть. Второе, научиться надо записывать звук, чтобы передавать сигнал, который вы хотите записать. Третье, надо научиться с этим записанным материалом работать. Вот. Это время. У меня без какой-либо внешней помощи, когда я пытался у разных людей спрашивать, кто-то отвечал на вопросы, кто-то вообще никогда не отвечал, даже не читал сообщения, например, или там какие-то консультации, еще что-то. Да, мне на это ушло больше десяти лет просто. И то я не до конца все изучил. Я изучил то, что мне нужно для того, чтобы записать материал, но вот, например, сводить мне его неинтересно. Да, я там что-то где-то подгоняю, послушаю, чтобы вот оно слушалось, просто вот как такое демо, да. И этого достаточно. Но вот именно сведением у меня обычно занимаются абсолютно другие люди. То, что касается, например, альбомного материала. То, что на YouTube я делаю, я делаю именно как мне хочется делать, чтобы не ждать, пока мне там сводить. Но сама фишка именно в том, что очень огромное количество времени вы потратите на это. Но сейчас вы можете задать вопрос, вы можете посмотреть видосы на YouTube и изучить этот вопрос. И на очень многие моменты найдете ответы. Поэтому чем раньше, тем лучше. И если этот видос был для вас интересным, полезным и познавателем, обязательно подписывайтесь на канал, забывайте колокольчик, все дела. Не забудьте, что у нас идет розыгрыш лампам у микрофона «Союз» и мониторов IPS. Ссылочка на розыгрыш будет в описании. И давайте увидимся на следующей неделе. Пока-два! Субтитры сделал DimaTorzok